На 5 мая 2020 года число инфицированных в Латвии COVID-19 достигло 896 человек. Выздоровели 348 человек, скончались 17. За прошедшие сутки проверено 686 пациентов. Всего на коронавирус COVID-19 в Латвии проверено 66 150 человек. В Дагу Пилсе COVID-19 подтвержден у 12 жителей. Из них 10 лечения проходят на дому, двое выздоровели. Чрезвычайное положение в Латвии продлено до 12 мая. За последние сутки тесты на COVID-19 дали 686 человек. При этом не выявлено ни одного нового случая заболевания. Один из госпитализированных пациентов с COVID-19 скончался, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Умерший пациент входил в возрастную группу от 85 до 90 лет, и у него был ряд хронических заболеваний. Таким образом, на данный момент в Латвии зафиксировано 896 случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии с подозрением на коронавирус проверено 66 150 человек. 348 человек уже выздоровели, 17 человек скончались. В течение последних суток не было госпитализировано ни одного пациента с COVID-19. Сейчас в стационарах лечения проходят 33 человека. Напоминаем, что чрезвычайное положение в Латвии продлено до 12 мая. Программа летнего трудоустройства молодежи не отменена. Подготовка продолжается. После 12 мая, когда ситуация в стране будет яснее, работники свяжутся с молодежью от очереди ожидания, чтобы информировать о дальнейших действиях и согласовании договоров с работодателями. До 4 мая строители должны были сдать в эксплуатацию улицу Ригас. Как известно, подрядчик опоздал со сроками. На ее реконструкцию подрядили своих, чтобы дать муниципальному предприятию заработать. Стоимость работ свыше полумиллиона евро. На улице Ригас установят цифровые информационные счеты. На их поставку и установку на реконструируемом участке главной улицы самоуправление объявило конкурс. Заявки от желающих в нем поучаствовать будут принимать до 14 мая. Если закупка пойдет по плану, то к осени Билборда установят. Один планируется установить на перекрестке улиц Ригас и Гимназиес, второй – на перекрестке улиц Ригас и Циетокшне. В майские выходные было очень заметно, что люди решили самовольно отказаться от соблюдения правил. Проявившиеся в майские праздники отношения латвийского общества к введенным для снижения распространения заболевания COVID-19 ограничением угрожают возможности пересмотра и ослабления ограничений. Выявлено достаточно много случаев заражения в одном учреждении и сделано это в рамках целенаправленного тестирования. Такое тестирование будет продолжено. Хотя на майских праздниках были дни без нового госпитализации с COVID-19, а также обнадеживающий день всего с одним зараженным, но это нельзя считать устойчивой тенденцией. Власти Евросоюза выделили 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Предполагается, что сбор денег в рамках конференции, организованной рядом стран, включая Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Саудовскую Аравию и Японию, продлится в течение двух недель. Партнерами конференции стали международные организации и фонды, в том числе Всемирная организация здравоохранения, фонд Билла и Мелинда Гейтс и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. На создание вакцин от коронавируса в настоящее время работают исследователи из многих стран. Но этот процесс требует времени, и даже при самом удачном стечении обстоятельств первые вакцины появятся не раньше следующего года. Гражданам Литвы с понедельника разрешается выезжать из страны без каких-либо ограничений. Чтобы уменьшить распространение нового коронавируса, Литва в середине марта запретила своим гражданам выезжать из страны, кроме тех, кто работает или живет в иностранных государствах. Пограничники Литвы задержали более 450 человек, которые пытались выехать из страны без соблюдения этого запрета. Границы Польши и России в настоящее время закрыты иностранным гражданам, но им разрешено въезжать в Белоруссию и в Латвию. Гражданам иностранных государств по-прежнему запрещено въезжать в Литву. Пограничники остановили 1360 человек, которые хотели въехать на территорию страны. За прошедшие выходные латгальские пожарные получили 53 вызова. Из них 34 – на тушение возгораний и 10 – на спасательные работы. 9 вызовов оказались ложными. На прошедших выходных сгорели 4 машины. По данным пожарных, 3 из них горели в Даугавпилсе. В общей сложности за прошедшие 4 дня в регионе было потушено 13 возгораний прошлогодней травы.